руками. Значит, ребят, было у меня видео уже, где я вот такую обрезь, да, готовил, шлифовал, значит, ее вот до такого состояния, да, делал типа брусочков, торцевал, выравнивал их, шлифовал для того, чтобы вырезать фигурки из дерева. Ну, решил я не выбрасывать вот такие. Значит, во-первых, что, начал я потихоньку вырезать, ну, пробовать, набивать руку, ребят. Дело, конечно, такое сложноватенькое, но, опять же, когда ты чем-то не занимался, то, соответственно, у тебя это с первого раза и не получится. Поэтому, что, поэтому, соответственно, у тебя с первого раза не получается, и тем более надо и нарисовать, и надо представлять это. У меня это пока не очень получается. Во-первых, начиная вырезать, да, ребят, начиная вырезать, я встретился с тем фактором, что, значит, моими вот обычными лицами, да, там, для геометрии или для чего-то, какие-то косички, да, вот какие-то ножички, они не пошли, и они не пойдут, потому что объем у нас маленький, как видите, да, и могут быть человечки или какие-то такие, да. Я так конкретно не вырезал, ребят, но попытался так что-то пока набросками. Так-то, конечно, надо, как бы сказать, в 3D со всех сторон, вот это вот представлять, вырезать, тем более этим еще пока не занимался, только вот начал вырезать. Поэтому, ребят, сразу хочу сказать, что для такой работы нужны будут вот такие вот маленькие резцы. Ну, таких резцов всякие разные фирмы продают, да, для чего? Потому что в данном случае вот такие вот большие, ну, работа как бы миниатюрные, да, и мелкие, поэтому какие-то мелкие детальки надо прорисовывать, надо вырезать, и большие мои резцы, они не пошли. Ну, у меня вот такие были, да, есть, поэтому надо будет либо покупать еще себе, либо самому потихоньку начинать делать тот или иной резец по ходу действия, потому что где-то ты встречаешься с одним, где-то ты встречаешься с другим, да, поэтому, может быть, надо делать. А по-нормальному, ребят, для такой работы, конечно, я так думаю, что надо иметь вот такие вот маленькие штихельки. Тоже продаются в наборе, я видел, но я так что-то много раз проходил в магазине, думаю взять, а зачем они нужны валяться, я ими все равно не работаю, но дело в том, что, да, и зря, что я их не приобрел, хотя бы какой-то у меня был набор, чтобы вырезать. Поэтому они, видите, как раз под руку, они как раз берешь, ручка упирается в руку, да, и ты можешь совершить какой-то нажим, какие-то действия, и маленькие, то бишь можно и вот так вот взять, да, в руку и только острием резать и как-то фиксировать, да, вот этот вот процесс. Поэтому, ребят, вот если кто-то займется и кто-то только попал на мой канал, да, то обязательно, конечно, штихельки или маленькие вот такие какие-то резечки надо покупать. Ну, что-то, я говорю, надо будет делать, потому что где-то что-то, ну, бывает не подлезешь, и сложность появляется в том, чтобы тебе что-то, какой-то момент вырезать. Поэтому что, ну, на таком я заостряться не буду, да, наборе, их тоже разная фирма, разные производители, так же, как и разная сталь, поэтому штихеля, так же, разный производитель, разный, значит, металл, поэтому смотрите, более-менее лучший, хороший металл, такие, чтобы можно было резать и мягкие, и твердые породы, потому что одни есть для твердых пород, есть для мягких пород древесины, ну, а где-то есть комбинированные, он может резать как твердую древесину, так и, естественно, мягкую древесину, поэтому выбирайте какой-то вот такой комбин-дресс, чтобы даже если что-то, вы могли такими резцами где-то себе в другом месте помогать и не смотреть на то, что твердая у вас древесина или мягкая древесина, поэтому. Ну, что, так, в принципе, я рассказал, да, ребят, ну, у меня пока особо-то ничего хорошего не получилось, поэтому я затягивать не буду, да, ну, вот моя первая проба, пробовал я вот так на уголке, ну, получился что-то у меня какой-то вот такой, хотел я вырезать там такого старичка, да, вот там с бородой, это, ну, вот, как видите, у меня пока особо ничего не пошло, и, ну, надо набивать, ребят, руку, конечно, надо набивать, руку надо набивать, это раз, ну, вот, видите, да, вот такой какой-то несуразный человечек у меня пока получился. Может быть, надо для начала, для начала, в следующий раз, вот я начал с угла, да, вроде как посмотрел по интернету, как бы многие начинают вот так с угла резать, да, и потом выводить контуры лица и вот этих всех фигурок. У меня не получилось, ну, по крайней мере, не получается у того, кто не старается, ну, вот какой-то все равно вот такой челебречек появился, рот там, борода, волоса вроде как, вот такой вот несуразный, да, человечек получился. Попробовать его сначала на торце, наверное, вырезать, ну, а потом уже как-то это самое, когда рука приноровится, может быть, надо меньше делать, чтобы потом было вот это вот удобно, да, закруглять. Значит, вот так, допустим, обрезать, чтобы он более-менее квадратный был, чтобы потом со всех сторон его подровнял, вырезал, и он будет уже, ну, круглый, да, скажем. Или, ребят, брать надо будет вот такие вот заготовки какие-то, да, ну, наверное, сначала от коры убирать, от коры убирать, потом, допустим, так же рисовать, делать, и когда уже сделаешь, зашлифуешь, наверное, вот такую и оставлять дрынку, да, пробовать вырезать, а потом, когда уже вырежешь, шлифанешь, то можно уже будет отрезать, как она у тебя там получится, фигурка, да, ну, и, соответственно, уже можно или пьедестал сделать, или так вот ее оставить, да, но дело в том, что надо будет ее круглой оставлять. Был у меня, ребят, вот такой вот, да, я как-то тоже в видеороликах показывал, вот такой набор покупной. Ну, хочу сказать сразу дрянь. Я взялся, он вроде у него, как видите, да, значит, набор вроде профессиональный такой, ну, профессиональный в том плане, что вроде и так можно подлезть и так, но дело в том, что я взялся, да, элементарный нажим, элементарное какое-то действие, они настолько тонкие, ребята, что это такой дрэк, и оно вот просто, видите, я буквально за минуту времени, я сломал три вот таких насадочки, поэтому вот такой набор, ребята, увидите, даже не соблазняйтесь покупать. Лучше купить вот такой, у меня вот резцы зубр, да, зубр, я как-то купил в комплекте, вот они они, пожалуйста. Ну, про сталь тоже не скажу, что отличная, прям там сталь, да, держит заточку, но, тем не менее, они, ну, как бы уже под это более-менее, хотя набор шел для геометрической резьбы, да, но, тем не менее, им можно и вот такие вот, вот я, кстати, им вот и как-то приноравливался, вырезал, но все равно встречался с тем, ребят, что так или иначе, тебе надо либо какие-то резцы еще самому делать, посмотрим. Я, конечно, не спец, но надо будет пробовать, как-то делать какие-то там стамесочки, какие-то тоже там косички, поэтому, что, вот так вот. Затягивать, в общем, ребят, я не буду. Что хотел сказать, что вот я приступил потихоньку, сейчас пора дождей, всяко особо такого ничего не сделаешь, да, да, и там времени нету, но вот такими можно свободно сидеть, там даже вот пакет постелить или кусочек полиэтилена, да, и можно сидеть даже дома потихоньку вот так вырезать, коротать время, да, и что-то вот набивать руку на таких каких-то вот обрезках, да, может быть, что-то можно другое там замыслить, вырезать, какие-нибудь там, я не знаю, замки, там не замки, ну, в общем, какие-то можно делать все равно вот такие вот поделочки. Поэтому что, ребят, я буду закругляться. С вами был Иван, канал Про Дерево. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, либо пальчик вниз, пишите комментарии, всегда рад ответить. Может быть, кто-то что-то посоветует, может быть, даже кто-то пришлет ссылочку, где кто-то вырезает фигурки. Я перейду, посмотрю, конечно, чтобы, ну, более-менее уже набивать. Хотя можно, конечно, и самому походить по просторам интернета, и это все найти. Так что, ребят, что, всем крепкого здоровья, всем спасибо за то, что посмотрели мой ролик. Конечно, будет интересно вас узнать. Стоит, не стоит мне вообще заниматься, набивать руку на это дело, если, ну, как бы душа лежит, вот это вот делать фигурки, конечно, да, ну, пускай это там не лопатка, которую можно сделать за 15-20 минут, да, но, тем не менее, это интересно, это как бы красиво, и я думаю, что в любом случае всегда вот такие какие-то статуэтки, фигурки, они пользовались спросом. Ладно, ребят, все. Всем спасибо за внимание, всем добра, крепкого здоровья, благополучия. С вами был Иван и канал Про Дерево. До новых встреч, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok